всем добрый день всем друзьям всем знакомым всем кто первый раз к нам зашел мы сегодня в аркутске саша отличная погода забираем товары для детского сада саша пошел в магазин видимо здесь они отовариваются этот раз тележка тележка для дворника лестницы взял большую это вот для электрика как раз ну или там что-то нужно будет подвесить скорую елочку наряжать детском саду будут чемодан там пришел для электрики саши и как она называется удлинитель короче ездим по магазинам потихонечку собираемся что нужно уже все оплачено поэтому нам просто забрать нужно хорошо большая машина варка связь да пусть и не знаю суши какая грязь стоит смотрите даже не видно ничего мыли мыли в все равно закидали куда-то еще куда-то еще взять конечно нужно фонари забрать тоже для детского сада нужно принтер забрать а его уже почистили почистили это тоже с детского сада мы сдавали и увозили старые здесь все забрал в этом магазине а все что вы здесь закупали да нет еще с него уборщика сам слышно на какой машине это еще привезешь вот так удачно удачно все так саша со списком ездит все отмечать сразу чтобы не забыть там еще тебя по-моему написано нитки дать что-то еще резиновые коврики ездили смотрели это тоже в детский сад скользкая плитка вот что-то такое надо постелить что не подскользнулся никто случайно не дети не родители но нашли там два варианта сфотографировали начальство покажет если там все срастется потом заберем дороговато просто что три с чем-то ну там сами уже обсудят по финансам квадратные это наверное сам детский сад и уличные еще это по группам да саш скорее всего боже как хорошо иметь большую машину потом из саши сидим и думаем может быть уже переходить на более поменьше машину а тут смотришь так нужно как бы и маленькая большая потому что большую машину тоже иногда гонять невыгодно потому что бензин очень дорого обходится вот наша так ест вообще очень много а так вот где-то вдвоем в больнице там или еще какие-то документы там большую машин тоже гонять как-то не особо хочется вот хорошо было бы чтобы еще маленькая была машина на двоих там ну так небольшая но иногда привести тоже нужно машина большая удобно еще эту лестницу запихали такой он мне туда на ногах при говорю квадратные для групп до кое-где если которые перестали гореть или моргает меня продолговать это улицу это вот когда гроза была у вас выше ботов сюда пострадали новый сад и сразу все погорел это на улице поменяет все пока принтера потом в канцелярию а ты звонил им они хоть сказали можно забрать друзья сегодня готовились ребятишками пиццы правда такие какие-то разнокалиберные получились где маленькие небольшие ну вот в общем все что осталось очень много сегодня пекли сейчас саша уже едет отучился последний день сегодня ночью ждем папу напеклись наелись короче думаю папочка будет доволен час всем добрый вечер кого ждете папу ждете заказали конструктор поэтому так ждут и ждут папа с учебой едет разных носках что сами оделись занесли обувь в мешке смотрела какой размер саша носит сапогеев и иване кроссовочки на физкультуру надо ну потому что у него с понедельника начинается физкультура первом классе алиса нашла там старые туфли свои вот теперь не снимает привет любит туфельки носить всякие семенка кушал до намешал какую-то кашу малашу из пельменей воду вылил ой бороться нельзя понял не надо учимся пить из кружки но он еще выливает все я ничего не знаю я просто передала папе про конструктор и сказал что тебе тоже игрушку что с этого киндера брать то алиса дорогой бесполезный сначала надо поздороваться да сразу с порога про киндер а ты папа поцеловала обняла его просила она постоянно его просит какой с него про киндер алиса ну иди посмотрим что папа тебе привез что сразу плакать то это у меня и так уже есть не подойдут это да на улицу в садик это зимний зайки 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 и зайки зайки любишь за и как вы что сказать то надо надеюсь не маленький по телефону саше обсуждали купить такой комбинезончик на улицу а это вот его ну-ка не было снега хода вот что там все разнылись идите сюда что сказать надо дочка моя ты чё плачешь-то обиделась прятался даже не пресс ладно другой раз сегодня что ли ну давай-ка сам давай давай ваня он сам собирает и ты тоже сам давайте не здесь идите-ка в комнату свою я сейчас буду папу кормить идите туда надо все прибрать здесь давай-давай-давай в комнату или на полосик свой ну либо вон там с краюшки хорошо саша уже сделал машинку в ванне там катер да посложнее немного делает сидит алиса вроде успокоилась дала и целый мешок с киндерами ага поиграла успокоилась сказала ей завтра папа придет и киндер с этими киндерами нормальные игрушки уже не нужны ты чё там муха поешь ваня вот так по тарелочкам все раскладывает кстати так очень удобно да что тут ведь и разные пакетики с них высыпаешь по тарелкам и удобно не перемешивается так вот ваня очень любит делать и саша немножко попроще потому что не особо увлекается у нас лего но все равно хочет все омочка зачем ты вытащил там запасные части еще сейчас заберу пока тут убирала все вот у нас домики такие образовались убирать не хотят включила им мультик про не хочу q пускай посмотрят вот это про наши детей точно так каждый день здесь разведут убирать не хотят вот боремся киндер все таки купили тяда покажи чё попалась то принцесска и беда а ты же скушала алиса не нагрей серьезно а ты делилась со всеми Ты не делилась. Я делилась. Она со мной делилась. Со мной нет. И что? Вань, ну маленький кусочек дай ей, пожалуйста. Раз уж она делилась. Так, что там у Вани? Что сказать надо, Лиса? Спасибо. Что, Вань, попалось тебе? Это из фирмы. Пебенчики. Саша, у тебя что попалось? Смотри. Древок. Древок, робот какой-то там. Можно скучить. По-моему, у нас в таком же есть один, да? Да. Не потоки. О, это себе коробка будет ее. Это моя коробка, не твоя. Всем добрый вечер, друзья. У нас сегодня на обзоре любимый Василев. Смотрим, что пришло. Надюш покажет нам немножечко. Я поснимаю. Дима давно просил кофту. Ну, вот он меня не любит ни с кем принтом. Поэтому она, смотрите, совсем без всяких рисунков. Просто обычная, теплая. Хорошо прошитая. Единственное, в сушилке сушить нельзя. Сильно сядет. Поэтому так будем сушить на веревочке по-стариночке. Так, Семену взяли в детский сад нижнее белье. Тут маечка еще. Вот такой хорошенькой фэбэшечка все. Ну, много раз уже вам все это показываю. Поэтому, думаю, и так уже, знаете, все очень хорошо сидит, стирается. Так, что-то у нас еще. У нас два таких вот пакетика. Друзья, вот взяли носки. Так как уже холодно. Посмотрите, какое качество. Ну, не знаю, вам видно, не видно. Тепленькие очень. Есть верблюжьи, есть собачьи. Даже шерсти собак где-то были. Вот, смотрите, видите. И мужские, и женские взяли. Всем ребятам. Девчулям нашим. Вот, по три пары, получается, в наборчике у вас будет. Так, что там дальше у нас? Это у нас сумка. Вот, кстати, интересная. Достань. Посмотрим. Там много разных сумок таких, знаете, просто тряпочные. Девчонки у меня пользуются. Носят обувь, сменную, кроссовки, учебники даже. А это уже более такая, видите, ну, хозяйственная. Не знаю, за хлебушком ходить. Две есть здесь. Как назвать-то? Лямки, да. Вот одна маленькая часть. И вот длинная еще есть. Если на плечо захотите. Вот качество такое, видите. Плотненькое. Вот, можно в магазин. Да, можно, я думаю, на тренировку что-то закинуть. Пойдет. И что-то у нас еще. Ага, сейчас покажем самое главное. Это у нас фарточек, по-моему. Фарточки всегда нужны. Я очень много готовлю. Стряпня у меня почти каждый день. Летят фартуки очень сильно. Хочется всегда в свежем быть. А не в замызганном каком-нибудь. Ой, смотри, какая прелесть. Ну-ка в себе приложи. Посмотрите, какая-то, по-моему, рогожка. У меня найдешь, прям красавица сразу. Как в сарафане. Красота. Ну, разные расцветки там этих фартуков вообще. Василек, молодец, нашивает много их. Так, и что хотела показать? Самое главное я вам уже показывала до этого. Друзья, вот такой вот топпер. Мы в прошлый раз с вами смотрели, да? Он был немножко маловат. Этот раз я взяла больше размера. А вот там уже открытый, Надя. Может быть, тот посмотрели. Или этот хочешь? Давай тот. Я просто смотрела, размеры примеряла. Все подходит идеально. Тоже в Васильке очень много их. Разный размер. Можно и на большую кровать. Можно и на маленькую, на детские кроватки. Это, как знаете, дополнительный матрасик еще. Не так жестко будет ребятишкам. Не марается матрас. Если вы вот такую штучку сделаете, матрас у вас так уже мараться не будет. Этот там можно постирать. Матрас не сможете постирать. Все-таки хорошо. Смотрите, резиночка есть, чтобы уголки можно было заправить. И вот мягонько будет. Вот такая штучка. Есть тоньше, есть толще. Там смотрите сами. Но мне вот эти прям очень сильно понравились. Сейчас покажу, в какой упаковке. Чтобы вы когда будете искать, вы смотрите. Вот это в такой вот упаковочке. Видите? Вот идеальное решение для раскладного дивана и кровати. Ну, у нас не раскладное. У нас просто немного твердо, что ли, детишкам. Вот такой мы, видите, размер взяли. А есть вот даже 200 на 220 на большую кровать. Так что все. Будем детишкам потихонечку застилать. Это уже мы три взяли, да? Ну, вот надо будет еще. Я просто ищу, как говорится, идеальное решение, чтобы подошло точно. И по размеру, и по платности. Так что ссылочку оставляем. А мы с вами заканчиваем это видео. Всем пока-пока. Удачного дня вам. Субтитры сделал DimaTorzok